Открытие второго здания приюта «Доброе сердце» после капитального ремонта прошло без помпы. Присутствовали только волонтеры и наша съемочная группа. И, конечно же, четвероногие питомцы, для которых и обустроили новое жилище. Здесь был полностью заменен пол, то есть скрывали, так как он весь был гнилый, оцаревший. Потолки выравнивали, тоже они там протекали местами, окон не было. То есть поставили новые окна, ставили двери новые. Это полностью здание обшито пластиковыми панелями, так как необходимо стены обрабатывать, дезинфицировать, так как кошки с улицы могут быть больны. Для этого в приюте действует комната карантина. Здесь размещают животных, которые недавно попали в «Доброе сердце». Кошек обрабатывают, вакцинируют, стерилизуют. Словом, готовят к размещению в общей комнате, где животные находятся в свободном выгуле. Сегодня в приюте 40 кошек. Общественники говорят, что могли бы еще взять 5-6 животных, но не хватает клеток для размещения мурлыкающей братьев в комнате карантина. У нас появился информационный уголок наших всех животных, которые переехали в это здание. То есть мы стараемся отмечать все вакцинации. То есть все поступившие обновляются, кто пристраивается, убирается. У нас идется картотека, реестр. То есть любое животное уже знаем, когда дата приема, вакцинация. Юлька, Кая, Люсинда, Патрик, Семен, Бани. Каждый день волонтерам звонят 5-6 губкинцев с просьбой забрать кошку. Аллергия обострилась, в отпуск поехали, ребенок маленький и прочее. Какие только оправдания не придумывают люди, выбрасывая на улицу животное. Находятся и такие горожане, которые обвиняют волонтеров доброго сердца в черствости из-за того, что те не приютили выброшенное животное. Если мы отказываем, нас часто обвиняют в том, что мы приют и мы должны, обязаны. На самом деле, сколько животных у нас есть, если силы мы свои рассчитываем, мы ему помогаем. Если мы будем брать в большей степени животных, мы просто не потянем. Очень хотим выиграть грант на стерилизацию. Участвую я в 17-м конкурсе. В конце апреля вроде как должны быть результаты, потому как животных много, ветеринарные услуги дорогие у нас. И вот хотелось бы за счет гранта простерилизовать всех наших животных. Приют для животных доброго сердца существует благодаря пожертвованиям неравнодушных горожан, выигранным грантом и работе волонтеров. Именно они ухаживают за животными, отвозят в ветеринарную клинику на процедуры и мечтают о дальнейшем развитии общественной организации. Хотя, отмечают общественники, пусть лучше не будет на улицах города бездомных животных. Екатерина Склюева, Илья Класов, Новости Губкинского.